Организация ветеранов войны в Афганистане Пешетравневого сельсовета состоит из 13 человек. Воины-интернационалисты активно сотрудничают с сельсоветом и школой, уважаемые и авторитетные члены громады. Неудивительно, что даже для такого небольшого отряда ветеранов силами школьников и учителей был организован полномасштабный концерт, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана. Голова этой организации является Габанюк Сергей Владимирович. Он уже много лет работает, с которыми я вплотную решаю все вопросы, которые у нас нужны для сельско-совета. Это охрана общественного порядка во время проведения всевозможных праздников. Это ночное время, в другой раз мы выезжаем на дежурство. И они, эти ребята, никаких вопросов нам не отказывают. Приехал поздравить ветерана войны в Афганистане депутат Рейсовета Виталий Кутатыладзе. Мы приехали в село Первого Мая. Здесь школа дала замечательные концерты вместе с председателем села Валерием Владимировичем Стайлаким. От имени депутата областного совета Олега Джуберовича Кутатыладзе, уже по традиции сложившейся у нас, мы поздравили ветеранов Афганистана. Было приятно действительно пожать руку этим мужественным воинам, которые выполнили свой долг. И они должны находить какую-то поддержку в нашем лице, что мы и делаем. Войны-интернационалисты всегда имеют возможность обратиться по любому вопросу в приемную депутата областного совета Олега Кутатыладзе. Там же работает филиал благотворительного фонда имени Алексея Ставницера. Недавно им были выделены средства на лечение ветерану войны в Афганистане Виктору Болдыреву, а после реабилитации его трудоустроили в родном селе. 15 февраля чествовали воинов-интернационалистов повсеместно, передавая денежную помощь, искренние пожелания и подарки. Мы были в селе Сычавка, там поздравляли ветеранов Афганистана. Также мы встретили ребят, которые служили в Афганистане, и они из села Новый Беляры. Юрий Викторович – воин-интернационалист, житель села Сычавка, не ожидал увидеть поздравительную делегацию, да ещё и с телевидением. Рад был не столько подарком, сколько вниманию. Сельсовет помогает, даёт финансовую поддержку и к 9 мая, и к 15 февраля. Они делают очень много сейчас для людей здесь. Много сделано, это уже однозначно видно. И дороги, и мусор, и как-то обустраивает село. Сейчас против руководства Сычавского сельсовета идёт очередная информационная война. Насчёт её причин у ветерана необъявленной войны Юрия Домашевского есть своё мнение. Ну, а льют, потому что заинтересованы какие-то свои личные вопросы решать. Вот и всё. Это кому-то выгодно, но только не людям в селе. Также 15 февраля состоялось чествование воинов-интернационалистов в ПГТ «Доброслав». Памятный обед при поддержке народного депутата Александра Пресмана и депутата областного совета Олега Кудателадзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова